МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Садоводство – это крупный производственно-хозяйственный комплекс с полным технологическим циклом производства от выращивания саженцев до выпуска готовой продукции. Конечно, садоводство – это небольшой сегмент у нас вообще в производстве сельскохозяйственной продукции. Почему? Потому что это производство связано с... Ну, по времени это довольно длительные процессы. Это от выращивания посадочного материала и до вступления в товарное плодоношение самих садов. Это 3-5 лет в зависимости от интенсивности. То есть можно сказать, что это капиталоемкое производство. Прежде чем, наверное, опять же, подводить итоги, давайте разберемся, по каким же показателям оценивается эффективность этой отрасли. Это вот там валовый сбор, площадь закладки, вот какие? Ну, естественно, конечная продукция, она у нас определяется понятием валовый сбор продукции. Все, что мы не делали, закладывали, ухаживали за многолетними насаждениями, все это сводится к тому, к увеличению производства плодово-ягодной продукции. Ну, говоря о итогах текущего года, у нас в 2023 году садоводческие организации завершили уборку с таким достойным результатом. Это 76,6 тысяч тонн плодовой продукции собрали. В том числе яблок 75 тысяч тонн. Ну, это основная наша культура садоводческая. Средняя урожайность составила 196 центнеров с гектара. Вот в сравнении с прошлым годом, это рост или стабильность? Да, это рост, ну, порядка 2% к уровню прошлого года. Какая же сегодня, в принципе, тенденция развития? Каких же культур у нас больше выращивается, каких меньше? Ну, структура производства вообще плодово-ягодная продукция у нас следующая. Основная доля приходится на сельскохозяйственные организации, это порядка 70%. Фермерские хозяйства, это, ну, где-то 1-2% и личные подсобные хозяйства. Конечно, это направление у нас поддерживается со стороны правительства Российской Федерации, со стороны губернатора Ставропольского края. Это все направлено на развитие садоводства. В связи с чем это обусловлено? Тем, что на сегодняшний день мы не обеспечиваем себя плодово-ягодной продукцией. Для того, чтобы нас обеспечивать, мы должны ежегодно производить где-то порядка 130 тысяч тонн плодов. Ну, на сегодняшний день, как бы, у нас мы еще не достигли самообеспеченности. Но работа в этом направлении ведется. Это проведение ежегодной закладки многолетних насаждений, использование в объеме закладки суперинтенсивных садов, урожайность которых составляет более 500 центнеров с гектара. Ну, проведение уходных работ и выращивание посадочного материала. А вот самообеспечение, хоть какой-то процент, в принципе, есть в нашем регионе? Нет, ну да, самообеспеченным мы где-то на 50 процента. То, что выращивается и на территории Ставропольского края. А вот есть какие-то плановые показатели, к какому периоду или какому году нужно достичь 100%? Или это очень тяжело? Ну, плановые показатели все у нас отражены в нашей государственной программе развития сельского хозяйства. Мы там, как бы, устанавливаем себе индикаторы, к которым мы должны стремиться. И под эти индикаторы у нас заводится финансирование, как федерального, так и краевого бюджета. Чтобы, как бы, те деньги, которые выделяют государство, они были не напрасно использованы. Ну, разумеется, да, рационально должно быть все использовано. И, естественно, должна быть какая-то отдача сельхозпроизводства во вложенные государством деньги. А вот, в принципе, каких же культур все-таки у нас больше выращивается? Ну, основная доля, я уже отметила, это семечковые культуры, яблоня. Ну, также у нас занимаются сельхозтоваропроизводителями и производством черешни, и грушу выращивают, и абрикос, сливу, персик. Вот, нектарины у нас. Последнее время набирает обороты закладка малины, голубики. И заведется закладка орехоплодных культур. Вот, чтобы все это развивать, разумеется, нужна поддержка. Вот, расскажите о мерах государственной поддержки для производителей. Да, у нас в Ставропольском крае государственная поддержка оказывается как на федеральном, так и на краевом уровне. Ну, основная доля средств, это 90-95%, это средства федерального бюджета. Вот, в текущем году, в 2023-м, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники, на условиях софинансирования было выделено 280 миллионов рублей. Также краевые наши меры поддержки, это посадка и уход за ягодниками 6 миллионов рублей, выращивание посадочного материала плодовых насаждений 1 миллион рублей, раскорчевка старовозрастных садов и закладка и уходные работы за молодыми садами до вступления в плодоношение 6 миллионов 250 тысяч рублей. Итого, общий объем государственной поддержки, направленный на развитие садоводства, составил порядка 295 миллионов рублей. А вот, если не секрет, как же эти средства распределяются? Вот, вы же и сказали, и индивидуальные предприниматели, и крупные андрохолдинги, вот как же идет распределение? Все субсидии, которые предоставляются Министерством сельского хозяйства на развитие садоводства, они носят заявительный характер. И любой сельхозтоваропроизводитель, который хочет заниматься садоводством, это не только крупные сельхозорганизации, но и также крестьянско-фермерские хозяйства. Есть у нас нормативно-правовые акты, которые регламентируют предоставление субсидий. Там нормативно-правовыми актами установлены требования, которые необходимо выполнять при получении мер государственной поддержки. Также пакеты документов, которые необходимо представить Министерство сельского хозяйства для получения государственной поддержки. И также тот результат, который должен быть достигнут сельхозтоваропроизводителям, который использовал данные средства. Естественно, устанавливается срок на реализацию выделенных субсидий. Значит, субсидии у нас носят характер возмещения затрат. Не финансового обеспечения, когда деньги даются вперед на развитие, а на возмещение затрат. То есть сельхозтоваропроизводитель, который высадил сады, проводит уходные работы, может получить возмещение затрат. На сегодняшний день у нас, в зависимости от объема финансирования, возмещение затрат составляет от 30 до 60%. Как известно, есть же разные формы получения. Возвращение субсидий, ну или в принципе форм поддержки. Точнее, субсидии это одна из форм. Также есть программа льготного кредитования. Расскажите, что это. Да, ну программа льготного кредитования, она как бы для всех сельхозтоваропроизводителей, в том числе и для садоводов. Это возмещение процентной ставки за пользование кредитами. Это где-то от 5 до 7%. Ну, в связи с тем, что садоводство это капиталоемкое производство, конечно, сельхозтоваропроизводители идут на то, чтобы берут для реализации своих инвестиционных проектов заемные средства банка. Ну, банки у нас запрашивают информацию о мере государственной поддержки, какие могут быть компенсации. Ну, министерство на запросы, все банки, конечно, ответы, все, как бы мы работаем в этом направлении. Вот еще одно интересное направление, это капексы на строительство. Что это такое? Да, есть такая мера господдержки, это те сельхозпроизводители, которые занимаются, это основные, кто выращивает яблоки. Естественно, производство яблок у нас осуществляется в разные периоды. Ну, я имею в виду сортовой конвейер. Это летние сорта, это осенние сорта, это осенне-зимние сорта. И те, кто закладывают у нас сады, они, естественно, сразу задумываются о хранении. И о хранении в строительстве плодохранилища. На сегодняшний день у нас в крае общая мощность плодохранилища составляет 50 тысяч тонн. И, естественно, так как это тоже, опять же, капиталоемкое строительство, предусмотрено федеральными нормативно-правовыми актами возмещение затрат на строительство и реконструкцию именно мощностей по хранению. Возмещение составляет около, ну, там четко прописано, 20% от фактически понесенных затрат. Предоставление данных суспсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации через конкурсный отбор. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края формирует необходимый пакет документов, направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Там рассматриваются пакеты документов, после рассмотрения формируется протокол этих инвестиционных проектов, определяются суммы возмещения, как я уже сказала, 20% от стоимости. Деньги доводятся сюда, в Министерство сельского хозяйства, и потом Министерство перечисляет на счета получателей, которые прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Спасибо за такое подробное, действительно, что рассказали целую систему. И еще вот интересно узнать, реализуется ли у нас сейчас мера поддержки, как модернизация мелиорации, вот особенно в части садоводства? Да, у нас есть 731-е постановление правительства Российской Федерации, которое определяет два направления мелиорации. Возмещение затрат у нас по данному постановлению составляет 50%. Это мелиорация в рамках экспорта, и гидромелиорация, вот как раз туда попадают сельхозтоваропроизводители, которые строят системы капельного орошения именно в садоводстве. Ну, как бы, проектов гидромелиорации там очень много. Опять же, конкурсный отбор осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Мы только возмещаем, ну, как бы, оплай, ну, как я вот по-предыдущему сказала, осуществляет перечисление средств на счета сельхозтоваропроизводителей. Конечно, вот у нас садоводство и овощеводство, они, естественно, сельхозом России выбраны, как бы, в приоритетные направления, как бы, они идут, ну, конкурсный отбор есть, но больше преимущества получить именно по вот этим направлениям. Разумеется. Такое уточнение. Сколько раз можно же получить вот эти субсидии, меры поддержки? Раз в год или раз в несколько лет? Есть ограничения в этом плане? Ну, ограничения, как, на одни и те же цели, если ты уже раз получил, у нас, как бы, два направления, федеральное и краевые направления. Если ты получил по федеральному направлению, то уже, если идентичная субсидия есть за счет средств краевого бюджета, то ты уже не имеешь права на одну и ту же цель. Именно в этом году? Ну, или же вообще? Вот, то есть, какие-то сроки есть? Ну, как бы, у нас в правилах предоставления субсидий оговорены периоды возмещения затрат. Вот на садоводство у нас компенсируются затраты отчетного и текущего года. В текущем году. Вот вы подаете на субсидию в 23-м году, мы вам возмещаем затраты за 22-й год и за 23-й. Все. То есть, придя в 24-м году за субсидии, вы уже не сможете получить компенсацию за 23-й год, так как вы уже ее получили. Вот. Только то, что вы, ну, в 24-м году какие вы работы проведете. Или вы, если не захотите в 24-м получать, вы можете прийти в 25-м и получить как за 24-й год возместить затраты, так и, если вы что-то провели в 25-м году, и за 25-й. Хорошо. И последнее уточнение. Есть ли какие-то ограничения, вот, как раз таки для производителей, в каком случае может быть им отказано? Ну, я уже говорила о требованиях. Если сельхозтоваропроизводитель на том моменте, когда идет рассмотрение документов, не соответствует требованиям, не подтверждается какими-то документами, ну, допустим, у него имеется налоговая задолженность, то все. По данной причине сельхозтоваропроизводителю отказывается в предоставлении субсидии. Ну, это у нас наиболее такая, я вам рассказываю, распространенная причина отказа. Налоговая задолженность. Все эти требования можно на сайте министерства посмотреть? Да, у нас размещены на сайте министерства сельского хозяйства нормативно-правовые акты. Там закреплены у нас наши специалисты, кто оказывает консультационную помощь. Адреса, телефоны. В общем, министерство доступно для оказания консультации сельхозтоваропроизводителям. Отлично. Спасибо большое. Скажите, как же с логистикой обстоят дела вот в отрасли садоводства? Именно нет ли проблем сейчас? Ну, в настоящее время от сельхозтоваропроизводителей каких-либо жалоб на продвижение своей продукции к нам не поступало. У них уже, как бы, те, кто специализируется на выращивании, у них есть уже свои контракты. Есть контракты с торговыми сетями, куда они поставляют свою продукцию. Поэтому, как бы, проблем на сегодняшний день у нас нет. То есть, что касаемо и внутри страны, и касаемо экспорта, тоже поделитесь, как обстановка? Ну, по экспорту я вам не могу сказать. У нас основная культура экспортируемая – это наши зерновые культуры. А так у нас реализация плодовой продукции идет внутри Российской Федерации. Как же с кадрами обстоят дела? Вот, в принципе, популярность садоводства у нас в крае работают люди или все-таки ощущается нехватка? – С кадрами, ну, я хочу сказать об обучении. У нас, как бы, есть учебные заведения, которые выпускают кадры по садоводству. Но, вместе с тем, у нас, как бы, не хватает, тут, когда уборка идет, конечно, возникает проблема, не достает рабочих рук. Но, вместе с тем, садоводы наши справляются. Еще у нас не было никаких срывов уборочной страды. Вот, вся продукция собрана, заложена на хранение. Ну, часть, естественно, реализована, и часть закладывается на хранение. – А вот какие-то, может, разрабатываются мероприятия, как раз-таки, для решения вопроса нехватки кадров? – Да, у нас есть общественные организации, которые, как бы, и на федеральном, и на краевом уровне эти вопросы, как бы, поднимают, обсуждают, вот. Ну, как бы, что можно, в наших силах мы все делаем, чтобы… – Отлично. Вот с какими-то рисками пришлось столкнуться в этом году? – Ну, вообще, сельское хозяйство – это, вообще, рискованная, как бы, отрасль. – Да, садоводство тоже у нас подвержено рискам. Это и как заморозки обычно влияют вот эти возвратные холода, которые мы отмечаем в апреле, в мае, когда идет цветение, и температура опускается, ну, ниже нуля, это, как бы, влияет на урожай. Вот. Ну, естественно, мы каждый, вот я сколько тут участвую в актуальных интервью, везде пропагандируем агро-страхование, государственная поддержка, это и 50 на 50 у нас возмещение страховых, и 80 на 20 – это 80% возмещает государство от чрезвычайной ситуации. Вот. Ну, как бы, есть, конечно, в любом деле свои риски. – Разумеется. Вот несмотря на все эти риски, все-таки какая рентабельность у этого бизнеса? – Ну, если бы это производство было нерентабельным, никто им бы не занимался. Ну, рентабельность где-то, я вот как-то, если мне не изменяет память, где-то до 30% это для садоводства очень хорошая рентабельность. – Угу. Вот вы же, кстати, говорили, когда мы с вами разговаривали о капексах на строительство, да, о хранилищах. Вот давайте подробнее поговорим, насколько же вообще важно иметь фруктохранилище, вот какие преимущества оно дает для садоводов? – Ну, естественно, какое преимущество? Это сохранение выращенной продукции и ее реализация в пик, когда цена, когда можно, ну, получить хорошую цену. Это мы говорим о сельхозтоваропроизводителях. Вот. И когда наступает зима, естественно, тот урожай, который находится на хранении, он как бы по более высокой цене реализуется. Вот. Ну, единственное, вот это. Как бы можно охранить урожай до получения следующего. То есть вы заложили на хранение там в октябре-ноябре, и у вас урожай хранится до апреля-мая. Вы можете получать, как бы, выручку в течение, сколько, 7-9 месяцев. Вот. А те, кто, ну, допустим, летними сортами, они продали, и все. А вот кто имеет хранилище, те могут получать прибыль именно долгое время. – То есть это такое стратегическое решение, да, можно назвать? – Да, да, да. – Да. – Елена Алексеевна, давайте все-таки поговорим об итогах теперь, вот, и о реализации продукции. Вот. Насколько же реализовано в 2023 году? – Ну, я об итогах сказал. У нас 76,6 тысяч тонн собрано. Ну, реализация у нас, летний сортап, реализовали сельхозтоваропроизводители, заложили на хранение, ну, что тут можно еще сказать. Всю господдержку, которую нам запланировали, мы запланировали, мы всем выплатили. Выплатили мы ее в первом квартале 2023 года. Почему? Потому что, чтобы сельхозтоваропроизводители полученные средства могли направить на улучшение своего производства. Вот. Это такая тенденция. Значит, в соответствии с новыми правилами, которые вступили в этом году в силу, основные средства федерального бюджета должны быть доведены до сельхозтоваропроизводителям до 1 апреля. 50% заявленных, которые мы получим средства, должны быть доведены до сельхозтоваропроизводителей до 1 апреля. Это вот в этом году принято, верно? В этом году принято, да, такое постановление правительства. А какие-то еще изменения произошли, кстати, в этой отрасли? Вот у нас в соответствии с поддержкой губернатора проекта «Российское село» с 2018 года на территории Ставропольского края реализуется государственная поддержка личных пособных хозяйств в виде грантов на закладку сада суперинтенсивного типа. За период реализации сады заложены в 750 ЛПХ по Ставропольскому краю. В этом году мы тоже, благодаря выделенным средствам, планируется заложить сады в 91 личном подсобном хозяйстве. Средства все доведены до личных подсобных хозяйств. Будет посадка у нас осуществляться сейчас и часть весной будем закладывать. Ну, что еще можно сказать? Да, стоимость гранта у нас одного – 435 тысяч рублей, это 95%. И 5% – это где-то 23 тысячи рублей – это собственные средства личного подсобного хозяйства. Как бы такое хорошее подспорье нашим личным подсобным хозяйствам. То есть они, ухаживая за своим садом, в течение на третий год смогут получать уже хороший урожай плодовой продукции. Это тоже вклад в самообеспеченность нашего населения плодово-ягодной продукции. Да, отлично. И вот такое уточнение. А кто осуществляет контроль как раз-таки за реализацией выделенных средств? Министерством или же Федерацией? Есть контрольно-надзорные органы, которые осуществляют… Ну, это наш Минфин, это контрольно-счетная палата как нашего Ставропольского края, так и Российской Федерации, ну и другие контролирующие органы. Ну, все это осуществляется посредством предоставления документации, верно? Да, да, да. Ну, в первую очередь при проверке документов осуществляется контроль, это в первую очередь. Ну, и в рамках организуемых проверок это уже вот те органы, которые я сказала. И еще немножко о продукции. Вот скажите, есть ли у нас такая культура, которая выращивается вот только в нашем регионе? Вот уникальные у нас условия именно для этой культуры? Или, в принципе, у нас такие все? Нет, у нас это общепринятые распространенные плодовые культуры. Ну что, Сергей Алексеевна, я благодарю вас, что вы так подробно с нами поделились о развитии садоводства в нашем крае. Действительно, приятно слышать, что показатели растут и не ухудшаются. Спасибо за это. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что с нами в студии была Елена Тамбовцева, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края. И, как всегда, до встречи в эфире Актуального интервью. Оставайтесь на своем. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...